Очень интересный поединок, ни у той, ни у другой нет поражений в нашем деле, причем Екатерина Макарова вообще побеждает совершенно по-разному, да, она может и в стойке работать, она может здорово работать в партере, она вышла на болевой и именно сабмишно выиграла, по-моему, свой последний поединок. Да, это человек, который был подписан в Байернакл в лучшую кулачную лигу в мире, при этом с Воробьевой получился, по-моему, армбардом или что-то такое было. Короче, эпично. Посмотрим, кто сильнее из этих двух, поскольку Валькирия уже многих впечатлила, когда прошла Степаньян, одной из сильнейших дамочек в нашем деле. Пытается подавить сейчас Екатерина Макарова, не сказать, что слишком уж агрессивно, слишком активно, нет, но вот она занимает центр клепки. Пастернакова неплохо встретила в прошлый раз, но пока все довольно спокойно, вот первые размены уже, более жесточенно начинаются. Ох, опасно, опасно, нога сейчас залетала в голову от Пастернаковой. Очень хорошо Татьяна действует именно на ногах, она вымеряет дистанцию, она и руками набрасывает удары, и ногами, как мы видели. Пока чуть хуже получается это у Екатерины Макаровой, несмотря на то, что вроде бы, да, пространство на ее стороне. Поджидает момент Макарова, почетче удары Валькирии выглядят, Пастернакова так, более жестко стоит на ногах, ух, сейчас мидл пробивала, но подловила ее Макарова хотела снести, да, добежать до нее после того, как оказалась на конвасе, но в итоге встречная атака с переводом от Пастернаковой, очень хорошо. Откручает ноги, смотри, тут же. Странно получилось, ведь Екатерина Макарова, если бы не замешкала, смогла накрыть соперницу сверху, но в итоге Пастернакова контратаковала, и вот она уже контролирует оппонентку на земле. Они отпускают ноги, сейчас чуть оттащила от сетки, Пастернакова готовится работать локтями, да, и угловые кричат, тут же подключай локти, пока борется за позицию. Ну, предупреждают Пастернакова, что на армбар хочет пойти сейчас снизу Макарова. И ногу, обратите внимание, она закидывает фактически за голову своей оппонентке, но вторая нога зажатая, наверное, на армбар сложновато будет выйти, если Пастернакова не ошибется. Да, да и руки не готова отдавать сейчас. Отсюда вроде как. Валькирия прижимается сама к сопернице, хотя вот еще одна попытка, но снова рычаг локтя не пошел, сайт-контроль сохраняет за собой. Пастернакова пытается вставить пару локтей здесь. Все равно дела максимально хорошо складываются именно у Валькирии. Да, хороший контроль из боковой позиции и накидывает удары. Периодически возникает некая пассивность, но рефери не делает никаких замечаний, а это значит, что времени еще у Пастернаковой даже в пассивном контроле может быть еще достаточно много. Это профбой по ММА, напомним, претендентский. Причем бой по верительнице выйдет на титульник, судя по всему. Ну и посмотрим. Пока Валькирия никуда не отпускает. Работает сверху Пастернакова. Тычками так прикармливает соперницу в свой сайт-контроль. Так она и никуда не отдала. По позицию не потеряла, сохранила уже долго. Уже пару минут так продолжается. За счет сетки сейчас будет пытаться, видимо, Макарова мастить, как-то выпутываться, но пока без шанса для нее. Да, лежит на спине Екатерина Макарова. Не пассивно она пытается улучшить позицию, но особо это сделать не удается, потому что Пастернакова достаточно хороша сверху и все контролирует. Очень хороший контроль, да, от Валькирии. Прикарули по-прежнему не амплитудными, но неприятными локтями. Самое главное, никуда не отпускает. Подключила сейчас еще колени куда-то в корпус. Разово. Время летит, да, Макарова дает раунд. Надо выбираться Екатерине, если она хочет хоть что-то поменять в этом раунде, а снова закидывает ноги, но нет, не получилось. И тут же ногами не получилось оттолкнуться от сетки, и сейчас она уже не упирается ими в сетку. Вот здесь еще одна попытка выбраться, но едва спину не отдала. В итоге под фуллмаунтом едва тоже не оказалась Екатерина Макарова. Но вернула себе гард. Благодаря зеренице этих событий чуть-чуть попроще. Отсюда будет жить Макаровой, но при этом она все равно по-прежнему максимально далека от того, чтобы за что-то бороться в этом раунде. Раунд в сухую уходит по Старнаковой. Обходит гард как? Умело. Легко это получилось у Пастарнаковой. Прихватил опять ноги. Не дает подняться. Как и в начале раунда, уложил обратно свою соперницу. Снова чуток Макарова отыгрывает гард. Но все, что она делает, это защищается, чтобы не пропустить лишних ударов. Встать не получается, атаковать не получается. Вроде бы никакой сверху опасности, серьезной за этот раунд мы не видели. Но при этом Пастарнакова легко его забирает, очень много контроля. И может быть даже измотала она немножко Екатерину Макарову, которая очень непросто сейчас поднималась, мы видели. Катя, не надо с ней борьбу лезть. Ладно, не надо борьбу, она в стойке ни о чем. Надо просто подстроиться под человеком и правую руку туда почаще, почаще вставлять в руку. Хорошо, в борьбу не лезешь, хорошо? Все хорошо, от ситочки можно чуть-чуть оттянуть ее, чтобы поработать. Руку готовят. Ну понятно. В борьбу не лезть. Далее правой рукой надо попадать. Надо подстраиваться под человеком и попадать рукой, понимаешь? И далее левой рукой попало, дальше правой продолжаешь. Хорошо? Разбивать надо человеку. Твоя сильная сторона что? Разбивает. Давай. Все нормально. Попробуй со стойки, по ножкам поработать, сильно поработать. Потом не торопись с переводом. Все нормально. Посмотрите, как спокойно валькирия. Абсолютно никаких эмоций. Ну и типичное выражение лица для Екатерины Макаровой. Мы уже говорили о том, что она тренируется, приходит, побеждает и уходит. И, как правило, все это делает с одинаково серьезным лицом. Алекс Пирейра. Мира женских смешанных единоборств. У нас в России действительно. Покер фейс. Стабильный на лице Макаровой. Первый раунд, как мы уже поняли. Естественно, за Пастернаковой еще два впереди по пять минут. Есть время что-то изменить для Екатерины. Лучше включаться и начинать разбивать. Ну вот в начале первого раунда Макарова пыталась включиться, но на самом деле разбивать не получалось особо, потому что Пастернакова вторым номером действует очень хорошо. Подходит чуть поагрессивнее, казалось бы, Макарова. Легкий тейкдаун для Пастернакова, однако здесь еще поборется за позицию. Но нет, все-таки снова прикарманивает себе все, что происходит в апартере Пастернакова в грэплинге. В позиционной борьбе явно посильнее эта дамочка будет. Да, очень она хороша. Хотя вот бои Екатерины Макаровой, которые она уже провела в нашем деле, они демонстрировали, что Екатерина сама в грэплинге достаточно сильна. И это, ну, если не сильнейшая ее сторона, то уж точно не проигрывает она в этом аспекте свои ударки. Чемпионка Москвы по грэплингу. Макарова. Пастернакова к кандидату мистера спорта по грэплингу тоже. Ну вот посмотрите, как здорово разбирается. Пастернакова все чувствует, она все видит. И колени сейчас подключает. Просто зажата Екатерина Макарова снизу. Может быть, даже и сама не ожидала, что вот такие проблемы могут возникнуть. По-моему, сейчас ногами заблокировала правую руку она Пастернаковой. Но ненадолго. Ненадолго все это. Опыт первого раунда нам показывает, что вот из этой ситуации Екатерина Макарова может уже и не подняться. Пытается Север-Юг, судя по всему, оформить отсюда Пастернакова. Честно говоря, не припомню вообще в женских боях такого удушения, которое бы доходило до конца. Но и вот сейчас не дошло. Но выходит на еще одну удушку, по-моему, Пастернакова. Кричат у главы «пойдет». Посмотрим, доделает ли отсюда. Необычные углы, да, для атаки выбирает Пастернакова сегодня. Стоп! Стучит Екатерина Макарова! Да, Екатерина Макарова доделала все-таки. Углавы знали, о чем говорят. Пастернакова забирает бой досрочно. Слушайте, ну это фантастика. То, что делает Татьяна Пастернакова. И первый раунд великолепный в ее исполнении. И второй, и тот свип, когда она оказалась сверху, все-таки переборола она соперницу. После этого выходила на один прием, затем на другой. И доделала его. И здесь, ты абсолютно правильно сказал, абсолютно нетипичные углы, особенно для женских боев. Молодец, конечно, «Валькирия». Стоит поаплодировать. 2-0 в нашем деле. Выходит на титульник теперь Пастернакова. На первой минуте, 54-й секунде второго раунда, удушающим приемом победу одерживает боец из красного угла Татьяна «Валькирия» Пастернакова. Татьяна просит тебя на середину. Просим вас на середину. В ближайшее время нас ждет яркое противостояние. Друзья, этот бой по праву является одним из лучших женских поединков не только в нашей стране, но и в мире. Спасибо большое. С нетерпением ждем данного боя. Продолжение следует...